всем привет мы пришли в парк в наш местный опять вдвоем с ангелиной набрали полные руки мне даже не никак снимать невозможно камеру держать я реально как осел вся загружена сейчас чтобы вы знали там у меня рюкзак здесь я вся как вообще не знаю кто вся вспотела у нас жара невозможная просто кажа ангелина и с ней никак не можем дойти до до фонтана до пруда вот такой вот у нас здесь парк на свой самокат ангелина я не могу все тащить и аж те не ослик вот такой шикарный парк у нас здесь мы идем по велосипедной дорожке конечно же корейские дети также как и корейские собачки ни за что на свете не зайдут в траву куда-то на поляну куда-то цветочки сейчас ангелина хочет половить бабочек но до смерти боится что там какие-то насекомые могут быть какие-нибудь пчелки музыкантики пошла 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 надо же осмелилась осмелилась ангелина смотри мама заходит не боится смотри нет здесь никого я не знаю что будут делать они в россии деревне у бабушки ангелина иди сюда смотри никто маму не укусил смотри сколько бабочек здесь ой сколько бабочек иди сюда бесполезно вот такая здесь красота сегодня воскресенье много народу и в каждом кадре кто-то есть все время в горку идем поэтому умираем уже почти дошли видно уже озеро так стой нам туда ангелина с очком пошла белку ловить белка прямо у нас пробежала по дороге куда она спряталась спряталась да белочка котенна пойдем жарко дошли до своего озера для для своего пруда где можно купаться до фонтана а он закрыт потому что опять идет очередная стройка что здесь будут строить не знаю но в парке нам удохнуть не удалось сегодня там есть такой бьющие земли фонтан еще пойдем туда чушь теперь делать страна обломов пойдем идем зря шли так тяжело у нас последний месяц наверное каждый божий день невероятно голубое небо чистейший кристально чистейший воздух и я ничего не пойму что творится с кореей что случилось у нас обычно проблема с этим делом с китая летит но летом конечно с китая летит меньше намного чем зимой или ранней весной лето и осень это такие времена года когда в корее прекрасно можно жить и дышать но все равно чтоб настолько был кристально чистый воздух я мониторю его каждый день все нормальные люди смотрят прогноз погоды смотрят в температуру воздуха корейцы смотрят первым делом на состояние воздуха поэтому я каждое утро каждый день обязательно мониторе воздух так вот сейчас показатели вообще даже ниже чем в европе загрязнение просто невероятная чистота невероятная красота что случилось хочется чтобы это продолжалось вечно очень хочется надеяться сейчас китай очень взялся тоже за экологию ставят какие-то очистительные там всякие современное оборудование на заводах и поэтому и корее тоже задумываются но что в корее своего хватает от машин вот и сейчас стали задумываться правительство тоже над этой проблемой работает иначе жить конечно невозможно надо что-то с этим делать обидно когда такая красота а выйти нельзя на улицу из-за плохого воздуха представьте как обидно а весной когда цветет сакура когда такая красота невероятная самая-самая грязный воздух весной к сожалению что ангелина я не могу взять самокат извини так как все остальные водные развлечения сейчас закрыты все дети собрались здесь такие вот фонтаны в корее они просто на каждом шагу и во дворах и за дворами и просто на улицах и в парках куда бы вы ни пошли везде можно так вот охладить таким способом в жаркое корейское лето это очень удобно как неожиданно все напугались просто выстрелил радуга радуга смотрите как удобно устроились вот эти корейцы надо нам тоже такую купить штучку от солнца круто да и столик собой еще приперли красота не то что у меня сейчас место под лысым деревцем все хорошие места забиты выпустила сейчас видео новое прослет корейских блогеров детей а его заблокировали впервые в жизни меня заблокировали видео за то что использовала музыку корейскую и какой-то правообладатель взял и заблокировал очень-очень обидно я не знаю теперь придется заново делать монтаж заново менять всю музыку там как-то что-то и перри заливать видео вот такое тоже бывает нелегка жизнь блогера целое утро сегодня монтировала его ребенок у меня изнылся когда пойдем гулять когда пойдем гулять после обеда вот только вышли из-за того что половину дня монтировала выложила а его заблокировали несправедливость как бы предупредили хочется мне хочется чтобы мои видеоролики были такой знаете с кей-попом с музыкальным оформлением таким модным приятным которое я люблю которое вам всем нравится всякие bts и все такое но все мои ролики из-за этого практически все на 90 процентов моих моих роликов на них не стоит монетизация так как если вы используете музыку подобную то монетизация с этого ролика снимается поэтому я работаю в холостую так сказать за бесплатно и для меня главное чтобы мои ролики просто вам нравились идет моя мокрая медуза что акуленочек взмерз о сейчас ага чё делаешь ни ума ни фантазии хорошо хоть не попала на мой кальмар прикиньте знаете что самое сложное на отдыхе с детьми это то что постоянно нужно мазать крем опять мазать опять мазать опять мазать без конца что не в воду постоянно запрыгивают и даже когда говорят что крем водоустойки это все неправда водоустойки кремов солнцезащитных не бывает недавно в новостях сказали поэтому приходится постоянным а ты чё запливаешь а давай я открою тебе а еще дети на природе постоянно просят ждать сейчас только поели плотно дома каши пять минут побегала опять голодная так обо что разбить давай с тобой подеремся на голову не бей только как сестра твоя давай ну куда ты чистить собралась господи печеные корейские яйца не такого цвета просто печеные ладно ладно куплю но сначала яйцо съешь потом айскрим софья наша уехала на море с хион которые мы видео снимаю снимали недавно с которой вот они поехали на море сегодня утром они уехали вечером уже приедут а папа наш сегодня на работе сегодня воскресенье но он на работе обычно он конечно по воскресенье никогда не работает но какой-то срочно у него там заказ и зарабатывает в общем денег нам на поездку на россию билеты вы спрашивали насколько стоят билеты билеты в россию стоит очень дорого мы летим прямым рейсом до москвы и за троих учитывая что ангелина у нас еще маленькая и она проходит как ребенок детский билет у нее все равно за троих мы заплатили 4600 долларов прикиньте почти пять штук только за билеты товарищей я не знаю блин можно какую-нибудь машину купить за эти деньги маленькую малолитражку можно съездить в какой-то тур по всему миру по всей европе вот столько стоят билеты от кореи до россии очень дорого поэтому туристов из россии в корее не так уж и много несмотря на отсутствие виз но из-за того что билеты безумно дорогие туристов не так уж и много хотя конечно есть в основном это владивосток хабаровск вот такие ближайшие города там конечно летит совсем недалеко и билеты стоят намного 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 дешевле из москвы москвичей только я не знаю там только по бизнесу если ну ешь ешь только она растаяла уже котенок то нога сам жарко же много сам ну и хорошо хорошо удобно такие яйца прикиньте наши на русская киндер яйцо в корее таких не продают она бы сейчас все уже растаяла а тут само по себе такое она консистенции такой его можно и на солнце есть только смотрите чё течет 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 глина в общем да и поездка у нас будет ужасно дорогая мало то что билеты еще там надо тратить хотя там особо негде тратить мы будем в деревне на даче у мамы в основном но тем не менее тем не менее все равно накладно выходит и поэтому муж воскресенье у меня теперь работает но шучу конечно не поэтому эти все корейцы мажутся 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 детей без конца мажет не только мы но и вообще для них это очень важно сберегать свою кожу о ты не пропадешь за тебя не переживаю смотрите какое небо невероятно строго следят дедушки вежливо очень по-доброму но сказали мальчику что кататься на велосипеде по газону нельзя люди он самолетик летит вообще над нашим домом самолеты прилетают каждые несколько секунд даже не каждую минуту каждые несколько секунд как вы знаете аэропорт инчонский один из самых загруженных в мире если не самый загруженный поэтому самолеты здесь летают очень часто очень много и так как они на нашим домом пролетают постоянно один за другим я не так стала бояться летать у меня аэрофобия вообще и самое страшное для меня это сесть в самолет но если так рассудить можно бояться и сидя дома что любой из этих самолетов из миллиона этих самолетов пролетающих в день над твоим домом могут врезаться в твой дом вероятность нами такая же как попасть во век катастрофу в общем я себя уже заранее успокаивать тебе такое настраиваю себя что бояться не нужно полетим 22 астана сегодня какое число я не знаю точно ну в общем осталось совсем немножко и я уже потеряла сон вообще перестала спать я не знаю нужно какие-то снотворные покупать потому что это не дело вот от этой боязни лететь я поэтому никуда не летаю вообще никуда не летаю и в россию летаю очень редко потому что я очень-очень боюсь чем большинка га встала мам ты видишь кого она она ни за что не встанет на травку ножками это же чья дочка меня вот она вот она вот она прямо ангелина вот она давай лови только не убей никого пожалуйста вот она вот она вот она вот она прямо надо мной ангелина я бы что она сейчас точно этим с очком убьет кого-нибудь даже не видит перед собой никого бежит мужчины тоже видите постоянно мажутся мужчины возрасте не какие-то там айдолы и все равно их заботит здоровье своей кожи это так мило девочка походу потерялась или что работник видите работник дал ей свой телефон и она звонит куда-то плачет на самом деле здесь очень огромный большой парк и дети иногда теряются в плане что ориентир теряют ангелинка тоже недавно бегала там искала меня эти работников много они всегда приходят на помощь они очень добрые дедушки такие не поняла я что случилось почему она заходит в палатку куда звонят и чем дело вообще ага я все поняла в общем палатка стоит это их палатка их семьи но ушли родители куда-то ушли видно в магазин или в туалет и девочка расплакалась и вот эти работники они видите стоят здесь следят за порядком работники позвонили родителям сказали что ребенок их ищет то есть она не место потеряла она знала где палатка просто родители ушли вот так вот такие житейские какие-то нюансы напишите в комментариях интересно вам про такое смотреть или не снимать больше такую бытовуху я люблю наблюдать за людьми сидишь так себе наблюдаешь видите благодаря тому что корейцы живут в высотках вот в таких остается очень много места всевозможные парки парки здесь просто огромные вот этот парк я не знаю сколько он под площади но вот то что мы сейчас находимся это его 1 даже не 10 1 15 его часть наверное представьте какого размера здесь парки а если бы как варламову нравится строили бы какое-то малоэтажное жилье таких парков бы не было не оставалось бы под них место наверное конечно такие высотки они смешанные с низкоэтажными этими оппатами такие знаете по по два по три этажа с виллами с какими-то частными домами стелями но я пока у меня это про это видео есть смешанная такая застройка и сейчас вот это самое актуальное я думаю во всем мире так как если делать только одноэтажную застройку но как варламов самый говорит если только малоэтажная застройка то бизнес будет там умирать не будет ни магазинов ничего не парков либо некому в них будет ходить скорее все идеально продумано естественно такие вот районы такие города это пригород они строятся уже по самым-самым таким последним тенденциям а что зайка но мама не умеет стрекозу ну ладно сейчас буду ловить что теперь делать господи только прилегла а поймай поймай грит мама мне дала мне вручила сачок я встала только я встала с этим сачком пошла за стрекозой как она выхватила у меня этот сачок говорит я сама я сама я сама за стрек зря по делам я только просила мороженое ангелинка я и дала вонючку одну одну тысячу вон это где-то примерно 1 доллар и отправила одну в магазин ну вот тут магазин сразу за фонтаном он там маленький такой магазинчик пошла не знаю сейчас что купить так интересно что она там купит не купит я говорю обязательно сдачу принеси посмотрим что принесет купит ли вообще что-нибудь прикол ангелинке 4 года я мама говорит я магазин начала ходить в пять лет за молоком меня отправляли за хлебом но тоже там рядышком было с домом по моему ангелина еще не доросла до этого возраста до пяти лет поэтому вот одна она пошла впервые сейчас посмотрим чем дело закончится с чем она придет напишите в комментариях те у кого есть дети а с какого возраста вы их отправляете одних в магазин и если у вас нет еще детей напишите со скольки лет вы сами ходили в магазин или вообще стали самостоятельно что-то делать куда-то ходить или ездить вот интересно будет почитать комментарии как вы думаете сходить проследить что она там делает ой так лень вставать но интерес пересилил мое любопытство пересилила мою лень сейчас пойду посмотрю что она там как она там покупает мороженое ой детей все больше и больше станет ой что ой оооо пинутбану сармен андэ андэ игулли пинутбану сармен андэ аискрем сараку 했잖아 оооо но игулли пинутбану сараку ссо ажума ажума 뭐라고 했어 ажума 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 ангелина ажума ажума да ну я погорячилась конечно дать ребенку одну вонючку у нее смотрите сколько желаний она хочет уже и водичку и мыльные пузыри и мороженое и все вместе пошла с одной вонючкой ее там отправили сказали не хватает корейскому ребенку нужно не наличку давать тем более не вонючку нужно давать карточку а где карточка ангелина стой стой ангелина иди сюда карточка куда то ушла она наверное в машине валяется а так карточка у меня в машине осталось хорошо что была наличка вообще это такая редкость огромная редкость в корее когда есть наличка не знаю как так подвезло и вот так здесь выглядит этот магазинчик даже не магазинчик какой-то киосочек небольшой что ангелина слава богу закончились мыльные пузыри и не пришлось покупать мыльные пузыри так как они стоят не очень дешево а дома у нас их целая куча вот но пришлось купить веер с пикачу и напиток и все это обошлось конечно не один доллар а четыре почти четыре доллара ну три с половиной по курсу где-то так что цены в парках по российским меркам довольно приличные по корейским меркам обычные такие цены как цены ну если например в большом и марте да в большом супермаркете эту водичку можно купить за 900 за 90 центов то здесь она будет стоить полтора доллара где-то так накрутка все-таки есть в парках но везде не только в этом парке вообще везде везде так как в этих гипермаркетах больших цены намного дешевле чем где бы то ни было даже вот в этих 711 и других каких-то круглосуточных магазинах или просто маленьких магазинчиков всегда эта водичка будет стоить полтора доллара и только в больших гипермаркетах она будет стоить дешевле смотрите какая удобная здесь есть у него липучка у этого веера и можно его прилеплять в машине например когда вы едете и вам светит солнце в окно можно так чпок его в машине и приклеить вот на эту липучку или еще куда-нибудь приклеить куда вам нужно очень здорово ой хангучка хорошо то как да конечно от такого махания очень свежо аж сносит меня ветром ангелина хотите посмотреть как выглядят туалеты в таких парках любимая моя тема да одни туалеты снимаем ну вот да я хотела обратить ваше внимание что туалет полностью на солнечных батареях то есть для тех кто не знает что такие солнечные батареи да были такие в комментариях у меня за день вот солнечная батарея получает энергию а вечером отдает вот тут сидит такая бабушка которая следит за порядком и чтобы мусор не бросали вот туалеты везде всегда бесплатные это вот раковина для маленьких детей и для взрослых в женском туалете всегда стоит писсуар для маленьких мальчиков и вот так выглядит туалет кабинка внутри здесь есть детский маленький унитазик и взрослый для мамы с ребенком для экономии делаются вот такие вот сдергиватели то есть если вы по маленькому сходили нужно сюда нажать если по большому то сюда будет объем воды больше сюда нужно выкидывать прокладки просто мусор здесь выкинуть нельзя а бумагу нужно смывать просто в унитаз и здесь кнопка экстренного вызова всегда есть если что-то случилось у вас закончилась бумага то вы всегда можете вызвать экстренную службу и вот здесь даже стоят цветы таких красивых ты загорела котенок сильно-сильно толку то что я тебя мажу и вот такой план у ангелина сейчас мы пойдем купим ей очередное яйцо драконовое потом придем домой помоем руки ляжем спать а покушаем да я пропустилась покушаем ляжем спать проснемся и пойдем в садик она обожает садик просто ждет не дождется садик свой вот и да все нагулялись пошли мы посмотрите как корейцы устраиваются просто дом приносит просто дом круто да котенок спасибо мама говорит осторожно здесь заботливый ребеночек у меня в кого интересно вот видите у них такие специальные есть тележечки у корейцев и бывают такие крытые еще какие-то на которых они свое вот это все барахло везут потому что вот даже у нас ничего нет да и посмотрите на меня как вы думаете если бы я взяла столик стульчики какой-нибудь тент от солнца и все такое как бы я выглядела это просто нереально это просто нереально это надо брать с собой однозначно какую-то тележку ну и мужа тоже чтоб тележку катил вот такие тут парковки видите она почти вся уже занята но это не единственная парковка одна из многих здесь несколько парковок есть подземные есть вот такие наземные вот потому что даже с этого района мы вот живем в этом районе но так как от дома до сюда идти примерно два километра а вот в таком виде два километра так то я когда занимаюсь просто ходьбой я до этого парка хожу пешком просто ну два километра это смешно устал да пошел но в таком вот виде да еще с ребенком конечно на машине без машины никуда в Корее вообще потому что очень много с собой всегда все таскают ой какая собачка мой мозг отдыхает только в машине под любимую музыку в общем мы сейчас поехали Ангелине за яйцом и что вы думаете сегодня воскресенье все магазины закрыты гипермаркеты обычно у нас магазины игрушек в гипермаркетах только но в Корее есть еще вот такие вот игрушечные магазины они идут как такие скидочные какие-то и здесь очень много игрушек здесь они стоят дешевле чем в обычных магазинах заходи что стесняешься Ангелина это такие типа распродажи игрушек якобы со скидками все но на самом деле не так уж тут и дешево в этих магазинах нам главное яйца купить и вот в самом начале конечно же яйца сейчас самая популярная тема в Корее а и правда скидка в гипермаркете они стоят 21 с чем-то а здесь 19 700 видите круто ищен санпум это не и это новинки очень очень круто что мы сэкономим несколько копеек по воскресеньям в Корее гипермаркеты не работают это не так давно сделали может пару лет назад для того чтобы какие-то мелкие вот магазинчики какие-то другие предприятия могли зарабатывать рынки какие-то продуктовые маленькие магазинчики потому что из-за гипермаркетов из-за этих огромных все остальные весь остальной малый бизнес начал разоряться и вот ввели такой закон теперь два раза в месяц два воскресенья в месяц то есть через воскресенье все гипермаркеты абсолютно все все бренды и Хомплассы и Марты и Лотте Марты все они отдыхают и это ужасно вот так вот ребенку что-то приспичит и приходится искать какие-то альтернативы привыкли уже к этим гипермаркетам что там все-все есть всегда и все-все-все и что-что что будешь брать? вот этого? такого не было у тебя еще? не было? красивый ипо 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 ну ладно так уж и быть все даже больше ничего не смотрю ей больше вообще ничего не интересно хотя здесь вон большой такой магазин много игрушек но нам больше ничего не надо да? ипо 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 такая милота знаете сколько стоит эта кенгуру? с кенгуренком тысячу долларов почти 937 кофе тут можете попить довольна твоя душечка? все-таки хороший у меня ребенок купил какую-то одну маленькую фигню и больше ничего не просит давай ручку вот такой вот магазин там еще кстати второй этаж есть и может даже третий но мы до него не доходим никогда потому что всегда четко знаем что нам надо, да? Китти? кое-кто изъявил желание сегодня поесть кальби купили ей яйцо и теперь вообще столько счастья и как всегда ресторанчик в Корее выглядит как музей как обычно, как всегда при входе вот такие вот всякие смешные штучки штучки дрючки кондиционеры смотрите какая красота все в таком стиле традиционном корейском привет 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 друзья Вернись где ты едешь? да, да здесь есть детская декабря попробуйте это уже забыла что мясо хотела побежала сразу играть ну что за ребенок вот такая атмосфера здесь жарится мясо на углях но все постепенно покажу по-моему гелия орется что орет не знаю ножниц приносят двое одними ножницами вы режете мясо другими ножницами вы режете кимчи кореи кухни в кулинарии до ножницы используются очень и очень часто и практически всегда и это очень удобно к этому привыкаешь и когда приезжаешь куда-то другую страну ты всегда первым делом на кухне ищешь ножницы ищи пусы где же ножницы корейцы очень часто еду режут именно не ножом как мы привыкли да ножницами или ножницами очень хорошо есть шашлык когда есть мужик когда муж рядом когда он все жарит все это делает а ты только сидишь и ешь а когда тебе приходится 1 одновременно жарить одновременно кормить ребенка это ужасно сейчас придет муж сейчас придет он уже закончит работу и придет наигралась кушать хочешь что случилось плачь что принесли вот еще рис с пшеном и супчик из ботвы из ботвы и ферментированной сои очень полезный супец боже как бы не обожираться сегодня нам принесли юхе это сырое мясо с траганина а это груша божественно все папа пришел все доел все подъел и поедем сейчас домой тут вот в корее всегда после того как вы поели вы можете бесплатно пить кофе или взять мороженое бесплатно это так называется кушик по-корейски или десерт да вот такие столики прохладно играет приятная музыка можно просто посидеть здесь конечно нет шикарного сада как обычно потому что мы прям в городе в городе находимся но тем не менее здесь довольно приятно смотрите как выглядит туалет это вход в туалет все нарисовано это краска краски такие вручную разрисованы прикольный туалет да это мужской это женский вот здесь можно купить с собой на вынос в каждом корейском ресторане можно купить что-то на вынос и многие так и делают дома просто потом кушают это смотрите это такая настойка из женьшеня офигеть да вот такую одну дома имеете больше можно никогда в жизни не покупать алкоголь офигеть спасибо что досмотрели до конца всех люблю всем пока 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 Продолжение следует...